Доброе здорова, Наташа. Ну расскажите, что вы представляете о своей продукции? Мы представляем компанию ArtLife. Это российский производитель, производство которого находится в городе Томск. Сибирь. Потому что у нас в Сибири очень богато растениями полезными. Компания производит биологически активные комплексы на основе как раз-таки растительного сырья. Почему Сибирь? Потому что компания имеет свою сырьевую базу. Компания имеет свои производственные комплексы. Компания имеет свои лаборатории качества. Вся продукция сертифицирована и прошла клинические испытания. Вы знаете, линейка комплексов очень широка и направлена на все системы организма практически. Сердечно-сосудистая, нервная, опорно-двигательный аппарат, иммунная система. Также есть линейка для деточек, что очень важно. Потому что детское здоровье нам нужно поддерживать с самого раннего возраста. Хочется сказать о новых инновационных разработках. Компания уже зашла настолько далеко в своих разработках, что представлены комплексы, которые работают на клеточном уровне. Поддерживают сердечно-сосудистую, нервную систему и нашу печень. Гепопротектор тоже есть. А что вот в гепопротектор входит? Какие растения? На основе селимарина в основном он. Но там большой комплекс. Это что такое? Это трава расторопша-пятнистая называется. А, вон она как. Расторопша-пятнистая. Это просто по-латыни. Вы делаете из нее масло или трава? Нет. Это капсулы, в которых содержатся экстракты растений. В которых содержатся экстракты. То есть даже это не то, что перемеленная трава, там расторопши. А экстракты, это значит путем перегонки выделено биологическое активное начало. Я так понимаю, да? Да. И на основании этого, конечно, разработаны и произведены наши препараты. Это не сухие перемолотные травы. Это более высокие технологии. Я понимаю, да. Значит, это примерно, чтобы так говорить, что это такое, если берем, допустим, килограмм травы, то биологически вот эти вот как раз экстракты, это примерно будет где-то один грамм из килограмма. Конечно. Берется вот это активное вещество. Получается активное вещество, да. Сохраняется и потом уже действительно попадает в организм, начинает свою целебную работу по возрождению клеток печени. Да, абсолютно верно. Потому что при такой технологии эти активные вещества сохраняются наиболее с эффективными качествами, а не как просто в сухой, ну, высушенной траве. Понятно. Что бы вы еще добавили? Еще хочу сказать, что сейчас осень у нас. Очень такое время года, когда надо защитить свой иммунитет. И у нас представлены простуды, вирусные заболевания, гриппы, все что угодно. Для поддержания иммунитета у нас есть такой прекрасный комплекс, он называется «Дискавери». Есть, который разработан специально для женщин, для мужчин и для детей. Он состоит из двух препаратов, которые один принимаются утром, он направленного действия, а один днем. И вот этих двух волшебных таблеток хватает, чтобы поддержать и защитить. Капсулы и таблеток. Это таблетированная форма. Их хватает для того, чтобы сейчас нам сохранить свое здоровье и противостоять всем вирусам. То есть, здесь, значит, как раз какие травы уходят? Тут много различных трав. Я даже боюсь перечислить. Тут состав очень богатый. То есть, вот такой вот состав, видите, то есть, это какой-то политравный сбор, который позволяет... И комплексы витаминов, и микроэлементов, да. Это вот специально для наших прекрасных, сильных мужчин. А вот интересно, видите, он еще называется «Дискавери сила». Потому что для мужчин. Он, давая силу организму, он способствует тому, что организм сильный, легко справляется с простудой и с вирусами. Силы нету, значит, все. Будем болеть. Да. Спасибо большое. Вам спасибо. Пожелайте что-нибудь своим потенциальным покупателям. Дорогие друзья, я вам желаю здоровья, я вам желаю счастья. Будьте здоровыми, значит, вы будете счастливыми. Наташа, я вот слышал, что у вас еще есть какая-то особенность, которая отличает вашу продукцию от буквально-таки всех остальных производителей, даже в мире. Да. Вы уже знаете наши секреты, нашу тайну. Компания «Артлайф» действительно является производителем желатиновых капсул растительного происхождения. Это очень важно для того же мусульманского мира, мы прекрасно знаем. Весь мир работает на желатине животного происхождения, в котором содержатся жиры, естественно. А это растительные жиры выходят? А у нас растительные. Типа таких парафинов, что ли? Нет, растительные. Растительные жиры, да? То есть эти капсулы можно применять для тех, у кого есть в том числе религиозные ограничения. Так, ну я думаю, в любом случае, все-таки растительное будет легче как-то восприниматься нашим организмом, нежели животным. Конечно, конечно. Для здорового питания в любом случае это будет гораздо легче продукта. А что это за питание? Конечно же, не можем обойти вниманием питания человека. Соответственно, оно должно быть здоровым. И компания разрабатывает широкую линейку для здорового питания, в которую входят супы, каши, кисели, коктейли, батончики. Особенность этого питания в том, что каждый продукт обогащен различного рода витаминами, микроэлементами, которые воздействуют, опять же, на те или иные системы органы, даря нам каждый день здоровья. Также это важно для тех людей, которые контролируют массу тела. Все мы хотим быть красивыми, подтянутыми и здоровыми. Наташа, знаете, вот сейчас вы сказали функциональное питание. Да. Но сейчас многие делают функциональное питание, а вот вы, как представитель своей фирмы, вы должны сказать, а какая-то изюминка есть, которая бы выделяла в вашу продукцию? Вот что там? Какие-то бульоны особые? Нет. Или что там такое? Так как компания является производителем фитокомплексов, она себе может позволить обогащать их натуральными компонентами, опять же, растительного происхождения. А как их берут? Опять-таки, вытяжки? Сублимированная сушка, да. А, вот так. Например, если мы используем ягоды, то они сушатся путем сублимированной сушки, которая позволяет сохранить в них все активные компоненты. Соприкасаясь с водой, они приобретают форму естественную и вкус естественных ягод, естественных продуктов. А, вовременно. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что подчеркнули. А нет, нет сахарного диабета. Кроме того, да, есть продукты, которые можно применять людям, у которых ограничены в приеме пищи, да, из-за диабета. А там что, какие-то сладости другие или что там? Конечно, отсутствие сахара. Отсутствие сахара. И тех веществ, которые вредны для этих людей, да. А на вкус они, наверное, такие же сладенькие. Очень вкусные, конечно. Вкусовые все сохраненные. Сладость мы можем преподнести совсем за счет других веществ, которые не будут действовать на поджелудочную железу. Это будет вкусно, но полезно. Субтитры создавал DimaTorzok